Всем привет, меня зовут Алена, вы на канале Казя Варт. Сегодня я буду нарисовать вот такого леопарда, который сладко-сладко тянется и хочет, наверное, зевнуть. Для этого мне понадобится карандаш, линейка и чистый лист бумаги. Для начала мне надо нарисовать прямоугольник шириной 10 см, высотой 12,5 см. А далее разделить его на маленькие отрезки. Сначала я делю на 4 см. Далее вниз отступаю в 3 см, сантиметр и полтора сантиметра. Сверху мне надо 4 раза отступить по 2,5 см. И провести линии. Теперь я соединяю точку с другой точкой и провожу вот такую линию. Это поможет мне сделать, ну, поможет, вернее, не сделать, а увидеть наклон самой кошки. И начинаю прорисовывать детали. Начну с горба, который у кошки образовывается, когда она тянется. Далее от этой точки провожу линию. Вот так. Это будет спина самого леопарда. И продолжаю вести линию. Где-то 0,5 см отступаю. Далее провожу вот такую линию и соединяю ее с точкой. Теперь я хочу нарисовать ногу. Нога будет немножечко выгнутая. Или как? Вогнутая. В общем, я рисую вот такую вот дугу. Теперь от этой точки веду вниз линию. И чуть-чуть под наклоном ее рисую. Далее соединяю с нижней частью и рисую лапку. На этом этапе я саму лапку рисовать не буду. Чуть позже. Теперь от этой точки провожу дугу. Вот так. Даже не дугу, а польшу, как прямая линия получается. И вот под таким наклоном ставлю точку и провожу вниз линию. Причем она будет не параллельна той первой линии. А немножечко отходит в сторону под углом. Теперь провожу вот такую вот ногу. Это будет животик. И начинаю вести снизу сам животик. Дугой такой. Более выгнутый такой. Более округлый, скажем так. Вот. Это способ рисования. Называется по сетке, если кому интересно. Потому что я ориентируюсь именно по сетке, по точкам. И рисую, как мне удобно. Вот такой животик получился. Теперь немножечко надо нарисовать ему грудь и лапы. Проводим вот от этой точки линию вот сюда. И теперь от этой точки немножечко скашиваем линию. Вот так вот. И получается вот такая лапка. Ну, вернее, ее одна часть. Немножечко введу это все дело, чтобы видно было. И рисую саму лапку. Вот так. Чтобы нарисовать вторую часть, надо чуть выше взять точку. И начать рисовать линию, сужающуюся к низу. И продолжить лапку. Вот так. Возьму пластик. Немножечко сотру линии. И проведу вот таким образом лапку. Чтобы она выглядела как бы вытянутой немножко. Подведу здесь линию. Это будет линия груди. Здесь такой вот как бы складка такая получается. И рисую еще одну лапу дальнюю. Она, ну, можно сказать, почти параллельна будет. И также дорисовываю ей саму лапку этой кошки. Подвожу линии, потому что переживаю, что на камере не видно. И я ее как бы легко-то провела, как обычно я это делаю. А потом на камеру смотрю, не видно. И подвожу периодически эти линии. Чтобы вам было видно. Теперь рисую дальнюю лапку. Вот от этой точки рисую вот такую линию. Можно сказать, диагональ у этого прямоугольника. И далее отвожу линию вниз. И также дорисовываю пальчики в лапке. Таким образом. Эту линию можно нарисовать поменьше лапки. Можно побольше, как вам будет удобно. Как вам захочется. Теперь хочу нарисовать сам хвостик. Голову пока не рисую. Рисую хвостик вот от этой части. Тазобедренной. Отвожу в сторону две линии. И рисую вот такую вот ногу. Как бы закручивающую хвост. Вы можете нарисовать его. Ну, там может фантазия у вас разыграется. Вы можете нарисовать другой хвост. Но я рисую с референса. И именно вот такой хвост я хочу нарисовать. Он будет не выше этого прямоугольника. Разве что только на чуть-чуть. И приступаем к голове. Вот от этой точки. Веду линию кверху. Собственно, вот эта линия самая первая, которую я нарисовала. Она помогла мне понять. И ориентировалась по ней. Где, собственно, пятая точка у животного. И где голова. Дорисовываю ему ухо сразу. Вот в этой точке. Это получается в самом первом прямоугольнике. Дорисовываю нос. Переносится вот эту. Отвожу линию вниз. Там будет нос. Где-то серединка получается. Вот эта, где полтора сантиметра. Провожу саму мордочку. Линию. Так вот. И закручиваю. Там будет щечка кошки. И также рисую подбородок ему. Подбородок будет не ниже, чем этот прямоугольник полтора сантиметра. И вот это заточки. Рисую саму эту челюсть. Вот. И немножечко дорисовываю детали. Здесь же. Там у них получается под щекой темная такая часть. Я ее также заштриховываю, чтобы она сразу уже была. Ну и, собственно, осталось нарисовать только глаз. И, пожалуй, все. Приступаю к прорисовке глаза. Глаз будет посередине этого прямоугольника. И, не доходя до края этого прямоугольника, рисую просто вот такую вот линию. Немножечко изогнутую. Это, собственно, и будет глаз. Дорисовываю подбородок, чтобы вам было видно. Подрабатываю некоторые детали. Довожу до, так сказать, совершенства, которое у меня в голове. Еще на этом этапе я заметила, что мне не нравится, как он выгнал спину. И вот этот горб надо будет подрисовать. Для этого я дорисовываю голову так, чтобы горб немножечко был выше головы. И в месте соприкосновения немножечко добавляю дугу. Теперь хочу дорисовать лапы. Вернее, пальчики леопарду, чтобы все-таки было видно. На самом деле, не особо умею рисовать лапы. Но как получается, как я их вижу вообще у животного. Хотелось бы, конечно, научиться рисовать лапы. Надо будет как-нибудь все-таки посмотреть. Каким-нибудь туториалом. Их, кстати, очень мало в интернете. И запилить, наверное, какой-нибудь видосик. Чтобы было понятно. Ну и, собственно, вот такой леопард у меня получился. Это была первая часть, в которой я рисовала леопарда. Показывала вам схему построения. Также будет еще вторая часть, где я его заштрихую. И покажу, как я это делала. Всем спасибо за просмотр. Что поставили лайк. Подписались на канал. Обязательно смотрите вторую часть. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok